всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжим играть в хастал кастала и никак игра нам не дает с вами получить ту серию которую я уже давно запланировал там где мы будем высказывать все свои хотелки но все равно вы их оставляйте самые лучшие и в ближайшем видео постараюсь все-таки собрать все вместе и высказать но они дает она почему потому что у нас как всегда нарисовалась неожиданно очередное обновление давайте почитаем что у нас здесь есть и попозже я выскажу свое мнение по поводу того как выходит эти обновления ну собственно давайте не попозже а сейчас я сразу выскажу на ли выходит совершенно непонятным этом давали не под версиям 1.5.8 не эта версия уже давно была при этом какие-то изменения из обновления были какие-то вступили в силу только сегодня утром когда игра обновилась но их мы сейчас и будем просматривать хотелось бы чтобы так если вы делаете обновление вы делаете пожалуйста все сразу и сразу выкатывайте новость вышла новость мы видим обновление мы все смотрим и все делаем а то очень многие люди играют и даже собственно и не знают что вышло обновление и нужно что-то делать для того чтобы получить какие-то плюшки подарки никакого объявления об обновлении нету не расписано что случилось какие изменения в игре и нам приходится все это самостоятельно решать уж пожалуйста в начале делайте обновление потом одновременно с этим выкатывайте объявление о том что и поменялось но и потом уже и собственно чтобы все сразу вместе было это будет я считаю самый оптимальный вариант а но друзья давайте смотреть что у нас поменялось и на что все это будет похоже то и посмотрим что у нас сейчас уже есть итак новые события не за горами чудесный праздник октоберфест откроет свои двери для всех желающих уже совсем скоро за время октоберфеста у вас появится возможность зарабатывать награды видео уникального артефакта нового оформления для замка обликов брони оружие для магов и прочие полезные награды все что для этого потребуется играть в хастл-кастл вы сможете получать брейцели за победу над другими игроками на карте за участие в турнире за походы в бухту самоцветов за прохождение вторжений за просмотр рекламе в октоберфесте и конечно же за зачистку уровней в портале чем больше брать или вы соберете тем больше шансов получить уникальные награды на праздничные рулетки которая будет доступна у грава а ждать его возле ворот вашего замка совсем скоро ну как кто-то сказал из нашего клана это типа осел 2 но мне это чем-то напоминает весенний праздник праздник весны если кто тогда еще играл можете вспомнить ну а кто не играл может посмотреть чего у нас было но в любом случае мы узнаем об этом очень скоро потому что октоберфест будет вот-вот он у нас начинается в конце сентября начале октября ну и если брать настоящий октоберфест является самым самым большим сейшеном в мире куда припираются люди занимаются всякой движухой так ладно давайте смотреть здесь еще есть несколько пунктов сейчас мы посмотрим что у нас здесь есть ежедневные задания были переделаны и теперь открываются на пятом уровне тронного зала то есть до этого их не будет это плохо а награды за их выполнение были серьезно улучшены теперь выполняя ежедневное задание идет накопление свитков заданий собрав необходимое количество свитков появляется возможность открыть сундук с наградами сундуки бывают нескольких типов и требует разного количества свитков заданий чем больше свитков требуется для открытия сундука тем лучше в нем награды ну по-моему понятно будем сейчас разбираться свитки я уже видел госпиталь теперь восстанавливает здоровье даже в то время когда улучшается также мы увеличили скорость восстановления здоровья ну это хорошо так как я не пользуюсь в основном платными всякими услугами это не доначу соответственно премиум аккаунт не покупаю и скорость восстановления блокаж медленновато без того чтобы покупать премию дальше стоимость участия за алмазы в турнирах на арене стала ниже на 5 6 7 8 уровню тронного зала соответственно девятый и десятый как всегда проскакивают ну конечно логично счастье в замке так подождите стоимость участия за алмазы в турнирах она из-за яблоки тоже мы же смотрели у нас и было видео хорошие новости там видно что и в яблоках тоже дешевле дальше счастье в замке с 1 по 8 уровень тронного зала стала понижаться медленнее в игре появился новый трофей вы сможете заработать его приложив усилий в клановых воинах давайте наверно с этого мы с вами и начнем пойдем с вами в трофейную комнату и посмотрим что-то здоровее феи по моему я его уже смотрел сейчас секундочку вместе с вами все это посмотрим где же у нас трофейная комната вот она у нас находится так давайте смотреть трофеи трофей у нас так 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 перерожденный пират игра престолов рыцарь весны сверите все комплекты экипировки еще я здесь не собрал забидно так 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 демонолог так 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 вместе с кланом занять первое место в клановой войне 10 раз наверное про это ли речь идет не цена от условий неизвестно видимо потом добавит прирожденный пират полностью пройти в бухту смоцетов один раз да я ее не прошел игра престолов занять первое место 10 раз подряд ну это круто рыцарь весны ну и так далее да я так думаю что речь идет наверно вот про это это трофей закрыт пока вы его не завоевали да ну если у вас какие другие мнения на этот счет то конечно же пишите так ok давайте смотреть по поводу свитков и прочие фигни ну то что по поводу арены да за еду здесь вот как было дорого так оно и осталось хотя кстати мне кажется что стало подешевле друзья потому что раньше стоило дороже но я вот честно говоря за яблоки на арене не дрался так как у меня до хрена билетов вы спрашиваете постоянно почему откуда те столько билетов потому что я на арене не борюсь да почти ну редко бывает ну раз в день это может быть окей давайте дальше смотрим с вами значит задание и так задание у нас выглядит теперь вот таким вот образом у нас есть сундук у нас есть вот такие вот свитки и собственно вот этот таймер показывает нам что список ежедневных заданий будет обновлен через указанное время прогресс накопления свитка задания при этом сохранится она то есть если мы не успеем до конца дня набрать нужное количество свитков то вот 28 допустим останется то завтра будет опять с 28 начнется и это хорошо так что у нас здесь есть значит у нас есть вот такой вот супер мега сундук он будет содержать какое-то количество пыли будет содержать 10 алмазов и возможно найти редкий предмет необычный предмет но и вот прочую чупошню которую вы видите окей пусть будет при этом у нас остался кинотеатр при этом у нас остался просмотр рекламы и там все то же самое но помимо того что дают алмазы и еще дается и свитки заданий используется для получения сундука в ежедневных заданиях ну и при этом конечно же за три выполненных просмотра рекламы дают турнирный билет посмотрим да по моему я уже больше выполнил ежедневных заданий чем одно и соответственно здесь все без изменений то есть турнирные билеты два раза может быть больше дадут я не знаю посмотрим так дальше мастер на все руки выполните ежедневные задания не связаны с просмотром рекламы это же дают свитки то есть выполняем 5 просто обычных каких-то заданий получаем соответственно 100 свитков 100 свитков это сразу треть того что нужно на вот этот сундук дальше абордажная команда одержите победу череду побед в бухте самоцветов 5 побед нужно одержать и 15 получить по моему все отлично отвага и честь проведите бои на арене 7 боев нужно провести ну вот это вот конечно туговато для меня будет я считаю что многовато боев и за маленькую награду то есть 7 боев конечно нужно больше получать хотя с другой стороны я вот теперь много тратить их особенно некуда да так как у нас снизился расход на ту же арену ну в общем возможно и адекватная награда за 7 турниров собственно если у вас какой-то другой менее поэтому или другим вопросом пишите обязательно мне это интересно ну так же как и другим зрителям комментируйте дальше крепкий союз отправьте подарки друзьям проявить свои добрые намерения вот это вот та тема с которой мне начался сегодняшний день когда мы саклан сказали блин я уже отправил подарки поспешил награду еще тогда не ввели то есть нужно было вначале обновиться потом уже получить отправить награду для того чтобы получить эти пять свитков ну вот сам факт что хорошая тема дальше противостояние одержите серию побед в боях против других игроков здесь все понятно стандартная пять раз победить противника на карте и получите за это 10 свитков и защитник королевства одержите победу в 10 точках вторжения достаточно простая задача но 10 свитков по одному свитку за каждое вторжение ну наверно слушать а давайте посчитаем что у нас получится смотреть 10 плюс 1020 здесь у нас плюс получается 25 здесь у нас получается 25 плюс 15 это у нас получается 40 дальше получается 55 55 и здесь и здесь получается 4 так три раза мы смотрим рекламу это по 5 еще один по 5 получаем общую это 20 ну еще короче 40 где-то свитков можно получить все равно 300 не получите но друзья не забывайте про то что если у вас премиум то вы еще получаете дополнительные свитки за все вот это вот да то есть например по премиуму вы будете мастер на все руки получать не 100 свитков от 200 сразу да и сразу практически две третьих выполните интересно будет что будет после того как мы наберем все свитки нужны на этот сундук но это наверное какой-то другой сундук дадут посмотрим ну да логично потому что если у вас переходит на следующий день 28 там там будет следующий суток окей здесь мы с вами все посмотрели то есть с премиумом легко набрать без премиума вы не наберете по крайней мере я так посчитал могу конечно ошибиться если у вас какое-то другое мнение то пожалуйста конечно пишите так по карте здесь у нас никаких изменений нет все как было так и есть скорее всего вот здесь вот у нас будет октубер фест хотя не факт если там сказали что кто-то будет переходить в другое место возможно там все это и будет происходить как осел вот у нас сюда приходил прошлый раз здесь стоял и мы к нему обращались и меняли все что необходимо но в общем-то все других изменений я никаких не вижу да но еще обязательно конечно изменения сказать что поменялось количество яблок или у всех или с 1 по 8 уровень потому что на шестом уровне тронного зала вот это все удовольствие стоит всего лишь десять тысяч опять же как в хороших новостях я уже говорил и учитывая то что там общее количество я было не 600 а 250 25 боев проведенных на арене ну я не знаю в общем мне кажется что разработчики подталкивают и на мой взгляд это правильно играть на арене на начальных уровнях то есть на больших нет а вот на начальных то скажем так ну может быть потому что как раз восьмом девятый десятый уровень там живите меньшее количество получается бойцов то есть вот если например мы сейчас на арену выйдем сюда вот подтвердить то у нас получится он по 10 бойцов будет всего еще посмотрим но и она достаточно долго набирается на самом деле обычная арена может быть нам в этот раз повезет и побыстрее нет смотрите 9 из 10 уже но 10 а то есть если с первого по 8 включительно у вас получается 15 человек участвует в турнире то здесь всего 10 ну вот такие вот красавцы не все есть я здесь обычно много не набираю но хотя бы получить чуть больше чем 50 очков за то что я просто участвую хотя можно просто ходить и зарабатывать в общем друзья я короче пошел воевать оставляю вас один один с вашими замками разбирайтесь думайте хорошее это обновление или нехорошие но это частичное обновление как вы понимаете да то есть самое интересное у нас будет ближайшие дни я так думаю что скорее всего даже на этой неделе у нас обновиться наверно ближе к пятнице что-нибудь такого плана и тогда мы уже сможем с вами судить стоящие это обновление или не стоящую то есть пока мы не видим всего это материально то достаточно судить сложно но мы тем временем как вы видите выиграли у противника и завоевали но фактически предпоследнее место на турнире тоже больше здесь не с кем сражаться мне ну не знаю может быть еще можно вот с этим попробовать будет сразиться но в любом случае это скорее всего будет 9 у нас мест не выше потому что если даже она будет 8 7 это прибыли здесь особо не будет ну и будет 100 очков все что мы получим все друзья я пошел вы идите к своим подопечным там уходите или лейте их всем пока пока ждите новые видео в котором будут ваши хотелки ну а если хотите можете комментариях к этому указать тоже что вы хотели бы видеть в игре в каких-то ближайших обновления всем пока пока